В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Перепет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 9 лет за взятку суд вынес обвинительный приговор чиновнику ФМБА, который отвечал за строительство новой детской поликлиники в Сарове. Готовься они летом, а ЕГЭ весь учебный год. Как сдать экзамены без стресса? По рецептам шеф-повара в молодежном центре прошел кулинарный мастер-класс. Далее расскажем обо всем подробно. Суд приговорил чиновника ФМБА, который отвечал за строительство детской поликлиники в Сарове к 9 годам тюрьмы за взятку. Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего исполняющего обязанности главы дирекции строящихся объектов ФМБА России Алексея Санникова к 9 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Суд также обязал Санникову выплатить штраф 25 миллионов рублей и на 10 лет лишил его права занимать руководящие должности в государственных учреждениях. По версии следствия, 27 марта 2019 года Алексей Санников, который на тот момент занимал должность исполняющего обязанности гендиректора государственного предприятия, дирекция строящихся объектов ФМБА России, получил от коммерческой организации взятку в размере 5 миллионов рублей. Он должен был обеспечить приемку и оплату работ компании по договору о проектировании и строительстве детской поликлиники в Сарове. О задержании Санникова 29 января прошлого года сообщил РЕН-ТВ. По данным телеканала, полицейские поймали его с поличным при получении денег, среди которых миллион рублей были настоящими, а остальные ему лежом. Отбывать наказание Алексея Санникова будет в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил. Предложение по QR-кодам для граждан, которые перенесли коронавирус без обращения к врачу, обсудят в правительстве, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19. Подробности далее. Правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. ПЦР-тесты на COVID-19 можно будет делать по полису обязательного медицинского страхования на протяжении следующих двух лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Прежде всего в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз. И для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел. По новым правилам тестировать на COVID-19 должны всех, кто обращается в медицинское учреждение с признаками ОРВИ. Время доставки теста в лабораторию 24 часа. Пациент должен получить результат в течение двух суток с момента забора материала. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в своем докладе отметил, что число больных коронавирусом россиян снизилось на 14% по сравнению с прошлой неделей. Но количество пациентов, которые находятся под наблюдением врачей, все еще остается высоким. Более 860 тысяч пациентов наши врачи ведут амбулаторно и более 212 тысяч пациентов лечатся в стационарах. Под наблюдением врачей остаются более 30 тысяч маленьких пациентов с диагнозом COVID-19. За весь период пандемии коронавирусом переболели почти полтора миллиона детей. Нижегородских пенсионеров обязали вакцинироваться. Граждане старше 60 лет должны будут привиться первым компонентом до 17 декабря, вторым – до 7 января. Соответствующие изменения были внесены в постановление главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко. Требования не распространяются на пожилых людей с медотводом. Перечень доходов, из которых удерживают алименты на детей, утвердило правительство. В него вошли стипендии, налоговые вычеты, доходы самозанятых. Также списки все виды пенсий, за исключением пенсии по потере кормильца. Взыскание алиментов зарплаты и иного дохода производится после удержания либо уплаты из них налогов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в рамках акции «Стоп ВИЧ-спид» Фонда социально-культурных инициатив открывается 25 ноября. Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании. Консультировать граждан будут специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. 27 ноября в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги ХК «Саров» примет на своем льду ХК «Старт». Начало игры в 13 часов. Вход для зрителей только по QR-кодам о вакцинации или об иммунизации. Без возрастных ограничений. Канал «16» проведет прямую трансляцию встречи на своем канале в YouTube и в группах в социальных сетях. Одиннадцатиклассники активно готовятся к сдаче ЕГЭ. Как успешно подготовиться к экзаменам и нужно ли нанимать репетиторов по всем предметам, расскажем в следующем репортаже. Единый государственный экзамен – важный и ответственный этап для одиннадцатиклассников. Чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене, выпускникам важно как можно раньше начать подготовку к ЕГЭ, стараться вникать в материал и заниматься предметами регулярно. Такой совет дают те, кто уже прошел через итоговые экзамены – студенты СРФТИ. Я бы советовал сначала десятого класса, если можно, то уже даже с лета. Потому что вот условно все же понимают, на какой нужен балл он. Там 80 плюс, 90 плюс. И на этот балл нужно освоить определенный объем информации. То есть ты должен, определенный объем знаний у тебя должен быть. И, конечно, понять все это за два года гораздо проще, чем за один. Часто у учащихся и родителей возникает вопрос, нужно ли для подготовки к ЕГЭ нанимать репетиторов по всем предметам. Как правило, выпускники готовятся к итоговым экзаменам с индивидуальным преподавателем или ходят на подготовительные курсы. Но студенты СРФТИ по своему личному опыту знают, что самое главное в подготовке – это личная мотивация и самодисциплина. Я просто изначально осознала, что это нужно для меня и для моего будущего. И это дало мне мотивацию готовиться и стараться при подготовке, чтобы поступить в ВУЗ, который я хочу, и на направление, которое я хочу. При этом, конечно же, стоит понимать, что наше будущее зависит только от нас. Если ты сейчас не вложишь в себя как можно больше, потом ты поймешь, что сделал большую ошибку. Можно идеально выучить весь материал, но ничего не получится без благоприятной атмосферы дома и в школе. Родители, учителя, друзья – это ближайшее окружение 11-классника. В период подготовки к ЕГЭ важно поддерживать ребенка, верить в него и, самое главное, не паниковать и сохранять спокойствие. Нужно создать такую атмосферу, чтобы ребенок почувствовал свои силы. Как всегда я говорю на занятиях, то есть у вас знаний достаточно. Нужно только правильно эти знаниями распределиться во время экзамена. Поэтому нужно, чтобы была благоприятная обстановка, чтобы ребенок мог заниматься, отвлечь его от каких-то посторонних дел, возможно, поменьше, чтобы он занимался домашними делами. Чтобы снизить стресс перед экзаменом, нужно при любой возможности испытывать свои силы в пробниках и на различных олимпиадах. Не стоит пренебрегать и такой простой вещью, как режим дня. Полноценный сон помогает перезагрузиться и восстановить силы. В муку добавляем яйцо, тростниковый сахар, молоко и масло, при этом тщательно перемешивая тесто. Все ингредиенты будущего кулинарного шедевра для участников мастер-класса подготовили заранее, отмерив необходимое количество. Те, кто закончил с тестом быстрее остальных, уже разогревают блиницу и пробуют поджарить ароматные панкейки до золотистой корочки. За процессом пристально наблюдает Татьяна, помогая их правильно переворачивать. Рецепт простой, из простых продуктов, чтобы они смогли это дома повторить. Я не стала брать рисовую муку, все вот эти необыкновенные сиропы топинамбура. Цель, чтобы они смогли это сделать дома все. Ребята все замечательные, они все выполнили, все у них у всех получилось, украсили эти десерты. Мне казалось, что всем очень все понравилось. Выпекали панкейки по очереди. Комната постепенно наполнялась волшебными ароматами. Финальный этап готовки – украшения. Для декора подготовили ягоды и разные присыпки. Миксовать их можно было в любой последовательности. Это уже второй мастер-класс от шеф-повара. В свою первую встречу участники готовили традиционный английский десерт – трайфл. Мне занятие понравилось, очень познавательное. Можно научиться помимо патрубодов что-то еще готовить. Очень познавательный, интересный. И шеф-повар Татьяна, по моей возможности, конечно, всем время все уделяет. Объясняют что-нибудь так. Следующая встреча будет тематической. Участники научатся готовить новогодний салат. Подобный формат они приняли с энтузиазмом и с нетерпением ждут новых занятий. Проводить их будут два раза в месяц, по вторникам до лета. Все на той же площадке молодежного центра. Вообще клуб «Лотус» существует с 2005 года, то есть уже 16 лет. И на протяжении всех этих лет мы ищем постоянно новые формы работы, которые были бы интересны. Молодежи с инвалидностью, какие-то поездки, мастер-классы и просто мероприятия. Также молодежный центр поддерживает инициативу ребят с ОВЗ инвалидностью. Поэтому приглашаем всех ребят вступить в наш дружный клуб. Подробнее о работе клуба «Лотус» можно узнать по телефону 99-118. У кулинарных встреч уже появилась своя традиция – завершать их чаепитием и дегустацией приготовленных блюд. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. К зиме готовы. Теплые пуховики, сапоги и ботинки, шапки и варежки по самым выгодным ценам вы найдете в магазине «Планета одежды и обуви». Подробности далее. Куда отправиться на выгодный шоппинг, знают уже почти все саровчане. На втором этаже торгового центра «Куба» направо от лифта расположился настоящий клондайк для тех, кто привык покупать с ощутимой экономией для семейного бюджета. Магазин «Планета одежды и обуви». Те, кто пришел сюда за покупками, однажды возвращаются снова и снова. По простой причине. В одном месте удалось собрать все, что необходимо взрослым и детям по очень доступным ценам. Так как в нашем магазине доступные цены, можно приобрести все необходимое и для детей, и для взрослых. И верхнюю одежду, и носочно-чулочную. Когда в «Планете одежды и обуви» говорят, что здесь есть все, то ничуть не преувеличивают. Представьте, что вам необходимо и приходите сюда. Наверняка найдете. А если нет, то нужные товары привезут в кратчайшие сроки. Поступление в магазине каждую неделю и дважды в месяц – полное обновление ассортимента. Например, здесь уже во всеоружии готовы встречать наступающую зиму. В нашем магазине можно купить и варежки, перчатки, и шапки, и шарфы, детские и взрослые. Большой ассортимент курток и обуви. Теплые яркие пуховики согреют даже в лютый мороз. В одной цветовой гамме можно собрать целый фэмили-лук. Разнообразные расцветки зимней одежды можно найти и в мужском, и в женском, и в детском отделах. В комплект будет просто подобрать шапки и варежки. И что приятно – потратить на это совсем не пугающую сумму. Детскую курточку можно от полторы тысячи до трех. А взрослые – от тысячи восемьсот и до трех с половиной. Обувь – от полторы тысячи и выше, зимние. Сапоги и ботинки и такие полюбившиеся многим дутики – все это уже представлено на полках магазина «Планета одежды и обуви». Так что уже сегодня вы можете подготовиться к грядущим холодам. И не забывайте про предстоящие праздники. До Нового года рукой подать. Самое время продумать наряды для корпоративов. Собрать полный образ в магазине «Планета одежды и обуви» можно за полторы-две тысячи рублей. Выбрать, например, блузу в пайетках и брюки, романтичное платье или актуальный костюм в стиле спортшик. Дополнят наряд туфли или стильные ботильоны под замшу с акцентным декором. В таких вы точно не останетесь незамеченной на празднике. Не обделили вниманием в магазине «Планета одежды и обуви» и мужчин. Для них огромный выбор рубашек любых расцветок. А для детей – карнавальные костюмы. Ну и, конечно, в «Планете одежды и обуви» можно подобрать подарки для коллег, друзей и родных. Новогодние поступления еще ожидаются, но уже можно без суеты и спешки приобрести аксессуары с праздничной тематикой. А также такие необходимые в хозяйстве бытовые мелочи. Можно из постельного белья, это можно одеяло, подушки, комплекты, можно скатерти, комплекта полотенец, просто полотенчики для кухни, есть прихваточки у нас для кухни. Хорошим подарком для детей станут наборы постельного белья с мультяшными героями и традиционные игрушки, куклы, развивашки, конструкторы. Найдете в «Планете одежды и обуви», картины по номерам сумки и чемоданы, нижнее белье и домашнюю одежду, констовары и сувениры. Словом, подарки на любой вкус, в том числе и для себя. Кстати, приятным бонусом к доступным ценам станут постоянные акции. Регулярно на разные группы товаров в магазине «Планета одежды и обуви» устанавливают ощутимые скидки. У нас есть на летние варианты на платье, на джемпера в распродаже 20% скидка. А еще здесь действует система лояльности для постоянных клиентов. Накопительные скидочные карты от 3 до 7%, что делает вашу выгоду еще более ощутимой. Праздник шоппинга каждый день в магазине «Планета одежды и обуви». Торговый центр «Куба», второй этаж, направо от лифта. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин